Эссе первое. Можно ли заглянуть в будущее? Эпиграф. Ранее возвещенное уже сбылось, и я предрекаю новое. Прежде чем событие произойдет, сообщу вам о нем. Ешаягу 42.9 Эпиграф. Говорю, мой замысел исполнится, и все, чего желаю я, сделаю. Ешаягу 46.10 Эпиграф. Человек не знает будущего. Коэлит 10.14 Любому из нас интересно было бы заглянуть в будущее, но мы привыкли считать, что оно непостижимо. Посмотрим, так ли это на самом деле. С незапамятных времен брались предсказывать будущее астрологи и гадалки, провицатели и шаманы, чревовещатели и колдуны. При дворах многих владык древности были такие предсказатели, предрекавшие своим повелителям их собственное будущее, а также судьбу задуманных ими предприятий. Любое пророчество вызывает наш интерес. Исполнится ли оно? И все же в глубине души мы относимся к предсказаниям с легкой иронией, полагая, что все это шарлатанство. Серьезные достижения современной науки вызывают бесспорное уважение. Сегодня в мире весьма популярна новая научная отрасль – футурология. Во многих странах открылись исследовательские центры, в которых тысячи ученых пытаются прогнозировать погоду, урожаи, рост населения нашей планеты. Тем не менее, сами исследователи признают, что, как правило, их прогнозы весьма приблизительны и в лучшем случае верны на короткие сроки. Кто может предсказать внезапные стихийные бедствия, развитие политической ситуации в мире, сроки начала и завершения войн? Кто возьмет на себя смелость предостеречь народ, которому угрожает уничтожение или возвестить о грядущем возникновении нового народа? А ведь именно на эти вопросы нам хотелось бы получить ответ прежде всего. Именно они жизненно важны для человечества. Точное предсказание событий, которые должны произойти через тысячу, да что там, через сотню лет, попросту нереально. Даже такие простые прогнозы, как предсказание погоды или урожая, невозможно составить на длительный срок. Иное дело предсказания Торы и еврейских пророков. Это явление удивительное, уникальное, ибо пророчества Танаха изложены четко, однозначно, точным и ясным языком, исключающим возможность разночтений. И нам, народу Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, народу-свидетелю, народу-очевидцу, ясно как никому другому, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни. Неумолимая точность исполнения пророчеств просто поразительна, и мы лишний раз убеждаемся, есть над нами судья праведный, вершитель судеб мира, слово которого, однажды изреченное, сбывалось всегда, будь то в награду нам или в наказание. С древнейших времен и до наших дней евреи были свидетелями исполнения этих пророчеств, о небольшой части которых рассказано в этой книге.